Переходим на цифру. До отключения аналогового телевидения в Чувашии остаются считанные дни. Час Икс наступит 15 апреля, как и во многих других регионах России. В республике к этому событию готовились давно. О проделанной работе и новом техническом оснащении рассказали сегодня главе республики в радиотелевизионном передающем центре. Буквально на днях в радиотелевизионном центре Чувашии запустили передающую земную станцию спутниковой связи. Если раньше сигнал на спутник из Чувашии шел через Ульяновск, то теперь с появлением нового оборудования идет напрямую. Цифровое телевидение у нас уже полноценно работает. То завтрашний день это, ну естественно, продолжение, улучшение качества и количества телевизионных каналов, доступных в эфире для жителей республики. То есть сейчас прорабатываются вопросы уже о использовании системы телевидневысокой четкости, то есть HDTV. Ну, развитие идет в этом направлении. Общедоступными и бесплатными будут два пакета федеральных каналов первого и второго мультиплексов. В первую очередь нововведение касается тех, у кого при просмотре телевизора сейчас рядом с логотипом канала стоит буква А. Когда отключат аналоговое вещание, на экранах телевизоров выпуска раньше 2014 года появится синий фон, на котором вы увидите номера горячей линии. Но есть еще время купить специальную приставку. Изменения не коснутся пользователей кабельного и спутникового телевидения. Если еще остаются вопросы по переходу на цифру, можно позвонить на горячую линию 26 11 11. С 15 апреля все жители Чувашской республики 20 каналов будут смотреть в цифровом исполнении. Конечно, это очень значимо для всех нас. А здесь я убедился в том, что в реальности вся управленческая команда Дмитрия Валерьевича готова к всей этой, как бы сказать, коммуникации. И с точки зрения передачи мультиплексов вся территория Чувашской республики покрывается. Директор РТРС рассказал и о работе, которая ведется по улучшению доступности радиовещания во всех районах республики. Так, датчики, принимающие сигнал национального радио Чувашии, стоят в четырех населенных пунктах региона. В некоторых районах, где у КВ вещания не позволяло населению слушать любимую радиостанцию, перешли на современный ФМ-диапазон. И по Таванрадио мы добавляем пять объектов, пять передач вставим, плюс к Чебоксарам, и практически закрываем всю южную часть. 80% это охват будет на население Таванрадио, но самая основная цифра, вот это уже суммарный охват двумя радиостанциями, мы уже получаем охват более 95% населения. Да, дальше мы смотрим факт, что будет получаться, если какие-то там белые пятна у нас еще останутся, мы будем дальше работать, смотреть, там возможно еще дополнительные технические средства ставить. Сегодня тоже вот национальное радио, родное радио мы посмотрели, есть проблемы по родному радио на сегодняшний день, по покрытию территории. И вот к первому сентября сделаем взаимодействие с управленческой командой Дмитрия Валерьевича, правительству Чувашской республики, с муниципальным образованием. Все для того, чтобы и национальное радио, и родное радио транслировалось на всей территории Чувашской республики. Я услышал, реально это возможно, какие дополнительные средства нужно, тоже будем выделять. Значит, совсем скоро радиоканалы нашей компании можно будет услышать по всей Чувашии. А смотреть наш телеэфир вы можете так же, как и раньше, в кабельном телевидении, в спутнике и в интернете.